Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Криптофронтмен. И сегодня мы поговорим про биткоин и скользящий. Такой индикатор, как экспоненциальный скользящий. А также пишу в своих телеграм-постах о таких вещах, как золотое пересечение или крест смерти. Что это значит? На самом деле, стратегическое видео я писал достаточно давно. Я не буду повторяться, вот в этом видео вы можете посмотреть и достаточно бодро понять суть. Сегодня я коснусь другого. Сегодня будет оценка и анализ биткоина с точки зрения скользящих, экспоненциальных, как они помогают в торговле, понимании тренда и, конечно же, самое главное, что можно сказать по ним на текущий момент времени относительно биткоина прямо сейчас. Начнем с малого. Освещаем кое-что в памяти, достаточно бегло. Перейдем на дневной таймфрейм, поговорим про все медвежьи циклы в рамках дневного таймфрейма и в рамках недельного таймфрейма. Я вам все сейчас расскажу. Самое важное, что нужно понимать. У нас существует три разные скользящие. Сма, ёма вма. Про каждый рассказывать не собираюсь, погуглите и узнаете. Я использую экспоненциальные скользящие, так как она наиболее быстро реагирует за ценой. Но в классическом техническом анализе, такое понимание, как крест смерти или золотое пересечение, о которых я сейчас скажу, используется пересечение Сма. Лично я, как новатор, использую ёма. И никаких проблем за весь свой опыт я не получил. Только одни плюсы. Итак, что такое крест смерти? В данном месте вы видите, зеленое это ёма 50. И каждая скользящая имеет свой цвет. Ну, понятное дело, свой аргумент. То есть, здесь для зеленой это 50-я ёма. То есть, нужно 50 свечей, чтобы она изменила свою траекторию. И красная это ёма 200. Нужно 200 свечей, чтобы она изменила свою траекторию. Как вы уже поняли, ёма 200 будет меняться медленнее, чем ёма 50. Существует ещё ёма 100, ёма 20, ёма 10, ёма 5. Это стандарты. Но можно, естественно, извращаться 1137 и другие цифры. Но на текущий момент вы видите, зеленое 50-е. Если пересекает сверху вниз ёма 200, то у нас получается крест смерти. И это говорит о нисходящем тренде в рамках того тайфрейма, который вы анализируете. И, конечно же, тенденции на нисхождение. Но если вы получаете пересечение ёма 50 снизу вверх двухсотки, вы получаете золотой крест. То есть, и это говорит о бычьем тренде в рамках того тайфрейма, который вы рассматриваете. И о тенденции на повышение. Существуют различные стратегии, о которых в том числе я рассказывал вот в том давнешнем видео. Посмотрите. Но для понимания тренда это важно. Если цена находится выше ёма 200, это говорит о восходящем тренде. Если цена находится ниже ёма 200, это говорит о нисходящем тренде. То есть, я дублирую то, что сказал вот только что. И, соответственно, преимущественно здесь шорт позиции. А выше двухсотки преимущественно лонг позиции. Нужно помнить, что, как правило, покупают в 2-3 раза больше, чем продают. Это очень важный фактор. Поэтому, когда у нас бычий тренд, заходить в шорт смерти подобно. Особенно на длительные дистанции. А вот лонговать в медвежьем тренде вполне нормально. Потому что даже в медвежьем тренде покупают чаще, чем, например, продают в бычьем тренде. Надеюсь, понятно сказал. Как правило, подобные вещи считаются шумом. И в техническом анализе не считаются и не анализируются, как золотое пересечение или крест смерти. Это всё сгусток. Это всё пучок. Это всё просто касание. Соответственно, это нельзя рассматривать, как золотое пересечение или крест смерти. То есть, это своеобразное исключение из правила. Вы знаете, что в своём телеграм-канале я очень часто в последнее время пишу. Советую по-прежнему воздержаться от длительных шортов. И пишу о рисках. Если хотите скальпить, 15 минут, не более. То есть, это связано с тем, что мы с вами на 4-часовом таймфрейме получили золотое пересечение. 50-е пересекло до 200-ку. И мы полетели вверх. Соответственно, в этой ситуации, в бычьем тренде на 4-часовом таймфрейме преимущественно нужно рассматривать лонг. Исключительно лонг. А вот в короткую шортиньо берутся крайне редко. На 15-ти или 5-ти минутных таймфреймах. Вот так. Это в рамках 4-х часов. А что же происходит в рамках дневного таймфрейма? Ведь старший таймфрейм правит балл. Абсолютно верно. Если мы сейчас перейдем на дневной таймфрейм, вы увидите, что мы с вами находимся выше Йома 200. Соответственно, у нас в рамках дневного таймфрейма бычий тренд. Как правило, в техническом анализе считается, что дневной таймфрейм правит балл. Какой тренд на дневном таймфрейме, тот тренд и является глобальным. Есть, конечно, извращение понятия глобальнейшей. И мы тогда будем брать недельку. Я вам сегодня ее покажу. Но сейчас, на текущий момент времени, вы находитесь выше Йома 200. Поэтому преимущественно нужно рассматривать, конечно же, что правильно, лонг позиции. И еще один маленький момент. Когда вы пробиваете Йома 200, как правило, это называется зона дисбаланса. Погуглите, что это такое. Не путайте с имбалансом, смарт-мальчики. Вот так вот. В данном примере очень хорошо показано. То есть, когда идет пробой Йома 200, у нас идет зона дисбаланса. И, как правило, все вот это расстояние должно равняться один в один, тютелька в тютельку. Это нормально. То есть, каждый раз, когда идет пробой Йома 200, вы резко спускаетесь вниз. Как только идет пробой, вы резко поднимаетесь. И наоборот. То есть, это и есть зона дисбаланса. Практически зеркальное отражение. В этой связи, в данной текущей обстановке, нужно быть крайне осторожным. Потому что, как я уже показывал в одном из своих видео, мы с вами можем получить доход до 26800. То есть, в принципе, не так давно в видео я это показывал. Но мы теперь идем дальше. Это относительная основа. Теперь давайте поглядим, как ведет себя все-таки скользящий на дневном таймфрейме в более расширенном варианте. Это дневной таймфрейм. Скользящий беленькая Йома 10, голубенькая Йома 20, зеленая 50, оранжевая 100 и красная 200. Если что, запомните, запишите или перематывайте назад. Итак, что мы сейчас видим? Мы видим, что у нас белая скользящая Йома 10 пересекает Йома 200. Соответственно, у нас происходит золотое пересечение, но только на крайне микролокальном уровне. Незначительное пересечение. Но мы помним, что золотым настоящим пересечением является пересечение Йома 200 с Йома 50. Но на это требуется время. Пока мы имеем только пересечение с десяткой. И вот теперь важно, как вел себя биткоин в первом и втором медвежьих циклах. Обратите внимание, вот он первый медвежий цикл. Соответственно, когда мы полетели вверх и пересекли Йома 200, то вслед за ней пришла 20-ка, 50-ка, 100-ка. Все, вы получили бычий тренд. Находясь здесь, это был бычий тренд. Здесь была, естественно, бычья тенденция. Это был первый. Окей, я согласен. Можно списать на то, что биткоин получал свое становление. И вот второй медвежий цикл. Посмотрите, соответственно, точно так же вы получаете импульс, вы получаете Йома 10. После чего относительный боковик с ростом, с дивергенцами, которые гасятся постепенно. 20-ка, 50-ка, золотое пересечение. И дальнейший рывок вверх. Пожалуйста. То есть уже Йома вам помогает понимать тенденцию и направление, куда же все-таки должна будет пойти цена. С высочайшей долей вероятности. Таким образом, если вернуться, то, с чего мы начали, можно предположить и практически быть уверенным в том, что действительно все наши с вами выкладки и теоретические обоснования имеют под собой несколько вариантов подтверждений того, что действительно идет восстановление рынка и фаза Д по Вайкову. Я обмолвился и сказал на конкретном таймфрейме. Четырехчасовой, дневной и сказал неделька. И теперь внимание. Пожалуйста, недельный таймфрейм и вот как себя ведут Йомы. Посмотрите, я очень много помню, сколько писалось в чате, сколько говорилось с разных сторон, что мы имеем крест смерти на недельном таймфрейме. Помните, что я говорил в самом начале. Подобные вещи называются шумом-пучками, которые рассматриваться не должны всерьез. Соответственно, здесь ничего нет. Никакого креста смерти или золотого пересечения на данном этапе. Что мы имеем? Мы имеем, что у нас Йома-10 приближается к Йома-20. Собирается, но еще не сделал это, пересечься. Таким образом, давайте вновь сравним с кользящими предыдущие циклы. Внимание! Первый медвежий цикл. Когда Йома-10 пересекла Йома-20, естественно, начинался булранчик. Да? Перед халвингом понижение, после чего движение дальше вверх. Хорошо. Но опять же, спишем на первый медвежий цикл. Биткоин получал свое становление и прочее, прочее. И вот важный момент. Второй медвежий цикл. Мы получили импульс. Йома-10 с Йома-20. Вы были в боковике буквально три недельки. После чего дальнейшие рывки. Не было отката, не было шартов, никакие гэпчики не закрывались. Все ровно по техническому анализу и по удержанию зон. Это только Йома-10 с Йома-20 пересеклись. И в дальнейшем последовало пересечение с Йомой-100 и 50 и так далее. Но вы скажете самый внимательный, стопе, вот Йома-200. Мы находились выше Йома-200. Стоп. Вы находились здесь, ниже ее. Совершили импульсное движение. Получили сопротивление на Йома-100. После чего консолидация и врывок вверх. Никто не говорит, что вы будете сейчас три недели торчать вот здесь. Но и это не исключено. Потому что мы по-прежнему находимся ниже Йома-200. И теперь вспоминайте все, что говорилось сегодня. Если мы пробиваем Йома-200, мы получаем зону дисбаланса с рывком вверх, полное зеркальное отражение. В итоге мы можем добраться до 38 тысяч долларов чисто на зоне дисбаланса. Это если пользоваться пониманием скользящих Йомками. Я уже не говорю о том, что писал в телеграм-канале. Говорил и в данном видео, и в ранешних видео, что у нас существует вот эта глобальнейшая наклонка, которую мы, к слову, пробили. Мы с вами пробили Йома-200 на дневном таймфрейме в районе 21 тысячи. И сейчас попытка пробоя локальной зоны глобального блока сопротивления в районе 22850. Если эта зона падет, то наша следующая цель 25 тысяч. Это Йома-200, Йома-50. Это как минимум. И как следствие, после этого Йома-100, дальнейшая зона. Если все эти скользящие покоряются, у нас зона свободного полета. Потому что нас уже здесь, исходя из Йома, ничего не держат. Но не нужно думать, что мы полетим до 1 миллиона долларов за биткоин. Суть состоит в том, что здесь полет будет ограничен зонами сопротивления и так далее. Но эта тема в том числе есть в моем плейлисте обучения. Таким образом, друзья, подытожим. Я сегодня вам показал анализ биткоина, исходя из скользящих. Познакомил вас с прогнозом, познакомил вас с текущей обстановкой. Тем самым, дал вам теоретическую базу понимания скользящих на примере экспоненциальных. Это то оружие, которое вы можете пользоваться теперь самостоятельно. Вот в этом видео я уже рассказывал и показывал различные стратегии. Пользуйтесь на здоровье. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставьте комментарии. В описании под видео есть замечательная биржа BitGit. С бонусом на первый депозит до 5000 долларов. За 30 тысяч долларов депозита от вас вы получите сразу второй VIP-статус. Тем самым, комиссия на фьючах у вас будет равна нулю, а в последующем будет снижена колоссально даже более чем в два раза. И в феврале месяце от меня будет денежный ивент на несколько тысяч долларов. Регистрируйтесь, торгуйте, участвуйте. И помните, что хороший трейдер торгует с телефоном только в одном случае. Если ему в квартире негде поставить кровать. Из-за того, что у него горы денег и кровать просто физически негде поместить. Во всех остальных случаях вы должны торговать с компьютера. Всего доброго. Увидимся.